Всем доброго дня! Меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. Сегодня суббота, у меня выходной день и я думал заняться своими домашними орхидеями. Но нужно было сходить за хлебом и зайдя рядом с хлебным есть цветочный магазин. Думаю, зайду одним глазком гляну, что там нового. И на пороге меня встретила хозяйка, которая узнала меня, а это вы, которые спасаете орхидею, говорю я. Конечно, это мне было приятно. И она обратилась с просьбой, пожалуйста, спасите. И вот я, кроме хлеба, домой принёс ещё вот такую вот орхидею. Давайте, перед тем, как хорошо рассматривать, в любом случае мне нужно её сейчас немножко обработать от вредителей. Почему? Потому что вы сами понимаете, что в магазинах товар привозится поставщиками и неизвестно, что они могут завести. И хотя бы минут на 15-20 я оставлю эту орхидею. Я думаю, вы поняли, что я не снимаю сегодня рядом со своей коллекцией, так как боюсь, чтобы не занести никаких вредителей. Ну, сейчас я поставлю паузу и через минут 25-30 мы продолжим. А пока у меня сидит эта пауза, я вам покажу, как это всё было и как выглядела эта орхидея ещё где-то 20-25 минут назад. Вот такие вот шикарные орхидеи были в магазине. И вот эта вот сиреневая красавица, мультифлорка. И смотрите, что у неё осталось. От точки роста практически не осталось ничего. Сейчас мы, конечно, разберёмся и внимательно посмотрим, что там. Но мы видим только один листик. И ниже точки роста идут чёрные гнилые пятна. Я надеюсь, что ещё не поздно. Где-то 20-25 минут прошло. Давайте достанем орхидею. И как вы уже поняли, я хозяюшку Ольгу попросил, чтобы она срезала цветы, так как вы понимаете, что в таком случае, когда у орхидеи практически сняла точка роста, цветоносы нужно обрезать для того, чтобы спасти. Чтобы орхидею, так как орхидея будет все свои силы тратить на цветение. Да, очень-очень-очень тяжёлая ситуация. Не сильно мне хотелось, конечно, её потрошить. Ну, сейчас найду ракурс, в котором мне будет удобно работать и снимать. И продолжим спасать орхидею. Что, давайте внимательно посмотрим. Да, чернота. Вы видите, съела уже и пошла в глубину, и цветонос, вот я вижу. Значит, будет очень тяжело. Нам спасать её. Давайте немножко уберём верхнюю кору, чтобы увидеть, насколько глубоко. И, боюсь, что очень глубоко. Так, ну что, не хотелось бы мне её вытаскивать полностью. Значит, сейчас попробуем. Да, тут, видите вы, да? Давайте я вам посвечу, вот так вот, чтобы вам было понятно. Здесь всё сгнило. И насколько глубоко пошла эта гниль, сейчас мы будем разбираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Видите, даже цветоносы внутри, даже они прогнили. У меня была большая надежда, что сейчас мы срежем эту верхушку. И увидим живую плоть. Но что-то мне подсказывает, что чернота прошла и вниз. Прошла вниз и... Вся надежда у нас, конечно, на оставшийся этот листочек. Если мы сможем убрать всю черноту и не повредить этот листочек... То я думаю, что надеяться, что эта орхидея, или точнее то, что осталось от этой орхидеи, может дать детку. Это единственная надежда. Как бы точка роста сгнила, вы видите, полностью. Надеяться на то, что именно эта орхидея будет дальше расти, уже надежды, как вы понимаете, нет. Да, думал я, что не придется ее вытаскивать. Сейчас еще немножко уберу коры. Кстати, корешки, вы видите, немножко пересушенные. Но в нашем случае это может быть даже и хорошо. Чувствую руками уже, что есть тут торфяной стаканчик. И скорее всего, что если были неправильные поливы, то как раз именно этот стаканчик и мог стать причиной вот этой всей беды. Вот видите, да? Вот мы до него добрались. Сейчас я его разломаю. Да, корни очень пересушены. Конечно, знать бы точную причину, почему у этой орхидеи такое случилось. Значит, придется здесь немножко пинцетом убрать. Так, много мусора собралось. Сейчас я вот так вот ее переложу на другой подносик. Ну, а вы поняли, да? Вот точка роста. И вот смотрите, что она полностью сгнила. Да, очень высоко этот стаканчик находился. И, может быть, был когда-то перелив. И при каком-то переливе орхидея хорошо не протряхла, не просохла. И эта вода, возможно, и стала причиной такого происшествия с этой орхидеей. И помнили. Так. Вот еще здесь, с этой стороны. Я понимаю, что, может быть, кому-то будет это не интересно в такой гниле, но, к сожалению, для того, чтобы спасти нам эту орхидею, нам придется в этом немножко поколупаться. И очень хорошая корневая система была наращена, и она тут так переплелась, что мне очень тяжело даже вытащить остатки торфяного стакана. Давайте я, наверное, сейчас зачищу, потому что видео затянется надолго, и через несколько минуток к вам вернусь. Вот этот торфяной стаканчик просто въелся здесь в корни, и, может быть, мы потом его остатки как-то смоем водой, но больше я уже как бы не могу убрать. Вот такая вот у нас получается история листочек, конечно, тут я не знаю, за счет чего он держится, каким-то чудом. И это наша, так сказать, последняя надежда. А нам сейчас важно убрать всю гниль для того, чтобы мы могли обработать. Если мы оставим какие-то кусочки гнили, то в 99% эта гниль продолжит распространяться дальше и убьет и этот последний листик. То есть наша задача сейчас убрать всю эту черноту, даже если придется пожертвовать какими-то корешками. Да, гниль, к сожалению, ушла и под этот последний листочек. Очень жаль, я надеялся, что ниже будет все хорошо, но на самом деле не все так хорошо. Хорошо, я думал, будет получше. Так, сейчас мы попробуем. Так, получается. Так. Все дело в том, что... Эта чернота уходит туда, где листик выходит из основания, и поэтому в этом и вся сложность. Да, скорее всего, что орхидея была перелита когда-то, не сейчас. Понятно, сейчас мы видим, что она сухая, но раньше был, скорее всего, что перелив. И торфяной стаканчик, так как очень плотно был к столику орхидеи, и привел вот к такой ситуации. Так, ну, с этой стороны вот мы добрались, здесь мы немножко, скажем так, почистим. Шансов я вам скажу очень мало. Вот, пришлось мне отключиться, так как была очень тонкая, так сказать, работа. Значит, смотрите, что мне удалось сделать. Значит, я взял скальпель, и скальпелем аккуратно по маленькому кусочку вот так вот убрал максимально всю черноту, которую смог убрать. К сожалению, листик у нас до сих пор, как вы видите, болтается, я не знаю, за счет чего он держится, и под ним полностью всю черноту убрать мне не удается. Но листик наша, скажем так, последняя надежда. Бывают случаи, когда и без листика корешок дает детку, но в нашем случае сейчас вы видите, что тут уже и от корешка практически ничего не осталось. Поэтому, что мы сейчас сделаем. Значит, у нас остался, скажем так, один шанс из ста, и мы этим шансом попытаемся воспользоваться. Значит, для начала, как правило, я пользуюсь каким-то одним фунгицидом. Или контактным, ай-яй-яй, или контактным, или системным. Но в нашем случае нехорошо. Я сейчас пал на корешки вот здесь. Корешки не надо обрабатывать максимом. Они спалят нехорошо. Получилось. Так. А здесь вот я не дочистил немножко. Значит, нам нужно убрать всю гниль. Вот, все убрал. До живой ткани. И только в таком случае мы можем надеяться на что-то. Если же мы не уберем какие-то остатки, то, как правило, эта болезнь будет прогрессировать дальше. Так, нужно будет купить, наверное, другую уже кисточку. Не нравится она мне уже. Наверное, уже свое отработало. Так. так максим есть и теперь обратимся к системному фунгициду к в адресу я сейчас наберу значит по инструкции на литр нам надо 0,8 миллилитров препарата поместим то что осталось у нас от орхидеи вот так вот в горшок и так чтобы не доставало до этого места где мы обработали максимом заливаем и оставляем орхидею наверное на 25-30 минут а то и на все 40 когда я квадрисом раньше работал и погружал все растения в тех случаях я пользовался ним и когда и листья и полностью всю орхидею я опускал ее где-то на 5-7 ну максимум 10-15 минут в этом случае сейчас мы корни оставим на полчаса как минимум ну что через полчаса встретимся ну вот прошло 35 минут как мы замочили остатки так скажем орхидеи как вы видите да корневая в принципе еще совсем неплохая есть конечно некоторые моменты мы особо сейчас чистить ее не будем уберем только такие явные моменты гнилья они у нас есть чуть-чуть вот гнилого вот гнивший корешок говорю особо сейчас не будем все это убирать определим эту орхидею наверно в этот же горшок надо было просто не вытаскивать и слить аккуратно воду ну что уважаемые зрители скажите как вы считаете что-то получится из того что мы сегодня проделывали были ли у вас подобные ситуации как вы считаете обработка двумя системным и контактным фунгицидом ну как бы я уже у меня по моему ситуация но я прошлый раз побоялся использовать сразу два использовал все-таки один но в этой ситуации грустная история но это жизнь и от нее никуда не деться как бы последний шанс у нас есть надежда как говорится умирает последний на сегодня наверное буду заканчивать орхидею эту я помещу наверное здесь на кухне несколько дней она у меня под этим светом здесь вот так вот и поживет может быть добавлю немножко больше так как я не знаю обработку то я листика этого сделал от шкидники но могли быть какие-то личинки которые могут вылупиться через 5-7 дней и естественно я не буду ее ставить близко к своей коллекции ну и конечно попрошу вас если у кого-то из зрителей были подобные ситуации что оставался один самый нижний листик и вот так вот сгнивала полностью вся точка роста как вы боролись с такой проблемой и получалось ли у вас получить от этого растения остатков этого растения детку ну и конечно хозяйки магазине Ольга хочу сказать что вот посмотри видео вы поймете что я сделал все возможное и будем надеяться теперь только на надежду не ну и на удачу ну вот на сегодня пожалуй и все всем хочу сказать заходите на канал орхидеи дома еще и до новых встреч всем пока